Сегодня на улице Рубаненко на припаркованной автомобиле рухнуло дерево. Инцидент произошел утром у дома 1-16, в котором находится салон красоты. К счастью, в машине никого не оказалось. Что стало причиной обрушения и кто теперь будет возмещать ущерб владельцу, выяснила съемочная группа программы «Челны-24». Ничего не предвещало беды, поделилась владелица автомобиля Янина Ахмедзянова. Ветреную погоду машину обычно здесь оставлять не рискует. Однако сегодня она не думала, что в безветренный и солнечный день дерево может рухнуть. Кто-то должен ущерб возмещать. Мог быть человек, мог быть ребенок, и был бы смертельный исход. Потому что, как видите, дерево очень толстое, очень тяжелое. Сегодня полный штиль, ветра нету, очень тепло. То есть говорить о том, что ураганный ветер снес, и никто за это не отвечает, ну, наверное, не приходится, кто-то должен ответить. Местные жители утверждают, дерево было старым и больным, но у коммунальщиков своя версия. Выложенная брусчатка перекрыла доступ воды к дереву и мешала нормальному росту. Это не на нашей территории, не относится к нам. Видите, нарушены нарушения, они брусчаткой нарушили. А почему, в чем здесь нарушение? Нарушение, потому что, вот видите, брусчатка, дерево же не дышит, по идее, они не должны были. Вот эти вот деревья рядом стоят нормальные, такие же, хотя и наклонные стоят, они нормальные, они не падают. Ни ветра, ничего нету. Брать на себя ответственность управляющая компания и руководство салона красоты отказываются. Территория не моя, управляющая компанией, у нас только входная группа. 19 лет назад мы открыли Ларкон, и 19 лет дерево стояло как-то, да, ведь, получается, у ней доступ воды к этому дереву есть. Пока представители компании определяют виноватого, владелец автомобиля собирает документы, чтобы обратиться в суд. Кристина Маматова, Эльнар Мустафин, Челны, 24.